МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Этих людей называли фарцовщиками и цеховиками. Их преследовали за спекуляцию и грозили расстрелом захищения. Но они всё равно выжили и сделали состояние. Неужели им кто-то помогал и обеспечивал прикрытие? Как разбогател первый советский легальный миллионер Артём Тарасов? И куда вложили свои капиталы первые олигархи? Давайте узнаем об этом у них самих. Прямо сейчас. Это Артём Тарасов. Миллионер. В конце 80-х он шокировал весь Советский Союз. При средней зарплате гражданина СССР в 120 рублей Тарасов получил за месяц 3 миллиона. И самое главное, не скрывал этого. Это было очень опасно. Мы очень быстро превращались во врагов народа, не больше, не меньше. Но представьте себе, в коммунистической стране, где слово «рынок» было преступным, где за спекуляцию давали 5 лет с конфискацией имущества. Артёма Тарасова советские власти поначалу не трогали. Как подозревает сам бизнесмен, из-за любопытства. Наблюдали, выживет или нет. Тарасов этим воспользовался. Свой первый капитал он построил на мировой разнице цен. За 500 долларов привозили факс, машину такую. В то время факс, это была такая новомодная штука. Мы её продавали за 50 тысяч рублей. Официально государственным предприятием. Да, вот 500 долларов превратили в 50 тысяч. Это два дня. Потом на 50 тысяч мы покупали 50 тонн вторичного алюминия. В стране, где дефицитом было всё, уже через месяц Тарасов заработал 10 миллионов долларов. И с этим надо было что-то делать. Сколько раз бизнесмены становились жертвами своего же богатства? Чтобы выжить, Тарасову и его бизнес-партнёру Зальцману пришлось хитрить и выкручиваться. У нас, во-первых, в компании работали несколько сотрудников КГБ бывших, очень серьёзных. Несколько учёных известных. И несмотря на то, что реально за нами никто фактически не стоял, но глядя на наш холдинг, было всегда понятно, что ух ты, туда лучше даже не подходить. Михаил Зальцман. Один из самых авторитетных бизнес-аналитиков и в России, и на Западе. Основной капитал он сделал в Америке, на правительственных обучающих программах. А свой первый миллион заработал в СССР. Из 98% бизнесов, которые существуют в мире, очень интересно, у нас вообще нет практически. Все вот зациклились в оставшиеся два, и вот сидят на них. Мы всегда думали, что если где-то людно, нам там делать нечего. Мы всегда шли туда, где нет вообще никого. Кирсан Илюмжинов получил известность как первый президент республики Калмыкия и большой поклонник шахмат. Но сам себя он всегда называл неугомонным предпринимателем. В 89-е, 90-е годы я очень много работал в бизнесе, там ребята, ну, может, посчитали, около 50 компаний создал. В СССР предприниматели тоже были. Их называли цеховиками. Работали они подпольно. Советские законы запрещали частникам организовывать предприятия и продавать товары. А когда все изменилось и кооператоры вышли на волю, вместе с ними появилась и новая агрессивная прослойка. Рэкет, бандиты, крыша. Я бы так сказал, бандитский криминальный бизнес формировали свои службы безопасности. И это такая сложная, такая гремучая смесь. Бывшие спортсмены, борцы, боксеры, бывшие десантники. Бизнесмены Новой России все равно, что Камикадзе, заметил однажды Артем Тарасов. Он знал, о чем говорил. В 1989 году миллионера обвинили в хищении в особо крупных размерах. По этой статье уже были расстреляны директора двух магазинов, Елисеевский и Океан. Тарасову же, по его мнению, помогла программа «Взгляд». Если бы тогда не «Взгляд», который я вышел и сказал, я хочу обратиться ко всему народу. Вот меня сейчас гнобит министерство финансов, и министр Гостев был такой министр. Давайте сделаем открытый судебный процесс. И все-таки известность не спасла миллионера Тарасова от преследований. Врывались ночью в квартиру, инициировали ограбление, уносили все, оставляли деньги. Забыли брать, прям пачка лежала. Нанимали авторитета уголовного за 12 тысяч, чтобы было первое политическое убийство. После этого другого выхода не оставалось. Тарасов бежал в Лондон. Вернулся лишь в 2003 году. Интересно. Вот, например, «Пирамида веселья». Это фильм «Пирамида». Его сценарий написан по одноименной книге Сергея Мавроди. Фильм сказки, я уже говорил неоднократно. К реальности он имеет отношения весьма мало. Но многим нравится. Сергей Мавроди – один из самых известных людей современной России. Правда, слава эта сомнительная. По разным оценкам, от его деятельности пострадали 15 миллионов вкладчиков. Сейчас Мавроди практически не выходит на улицу. Интервью журналистам дает исключительно с помощью веб-камеры. Мне вот давал в классическом варианте до марта прошлого года. Этот классический вариант кончился тем, что меня пригласили в суд, там, и последовали известные события. Дали 15 суток, потом там 5, точнее. Потом собирали задавать для бесконечности. Сергей Мавроди рассказывает, свой бизнес он начал потому, что было интересно и стало можно. Поначалу фирма Сергея Мавроди торговала оргтехникой. Потом ее руководитель решил привлечь оборотные средства. А затем он ввел в действие схему, которую принято называть финансовой пирамидой. На Западе она уже была хорошо известна. Однако для россиян такой бизнес оказался в новинку. Агрессивная реклама и слухи о гигантских процентах превратили МММ в мощную финансовую корпорацию. Но ненадолго. Даже спустя годы скандалов с МММ, аналитики не пришли к общему мнению. Кто такой Сергей Мавроди? Финансовый гений или авантюрист и мошенник? Сидя в тюрьме в 1994 году, бизнесмен умудрился зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы России. И более того, успешно выиграл выборы. Сам Мавроди признает, что никогда и не стремился, что называется, оставаться в белом. Может ли считаться честным человек, занимающийся бизнесом в принципе? Вопрос серьезный и сложный. Я считаю, что нет, не может. То, что главное в бизнесе прибыль, а все остальное не важно, предприниматель доказал много раз. В 1997 году МММ официально признали банкротом. Но Сергей Мавроди все равно убедил людей вкладывать деньги в новую пирамиду. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и добились прекращения депутатских полномочий. Мавроди скрылся и был объявлен в международный розыск. Я это не скрываю, я уже неоднократно говорил, что бизнес порочен на своей основе. Что бизнес, в общем, современная мировая финансовая система, она зло. Но и в подполье бизнесмен не угомонился. Создал теперь уже виртуальную фондовую биржу. Эта пирамида рухнула, как и все ее предшественницы. В 1994 году Геннадий Бурбулис встретился с президентом Чили Аугусто Пиночетом. Чиновник задал ему главный вопрос. А что бы вы хотели передать президенту Борису Ельцину? Он мне сказал, передайте вашему президенту. Самое главное в реформах – это малый и средний бизнес. В 90-е годы в торговцев переквалифицировались даже олимпийские чемпионы. Например, Александр Тихонов – легендарный биатлонист. Я нашел старых друзей, которые что-то там продавали. Тогда все покупалось, все продавалось. Ну, как и сейчас. Продавал автомобили. А потом заключил с итальянцами пекарни, комбайны. Все подряд. Из каждого проданного агрегата или из какой-то модели я получал 5%. Так четырехкратный олимпийский чемпион зарабатывал на жизнь. Он и сейчас признается – торговать было стыдно. Старался, как говорится, похуже выглядеть, чтобы не узнавали. Свой первый капитал Александр Тихонов вложил в пекарню. Затем занялся сельским хозяйством. Со временем открыл ресторан. Планов было громадьё, вспоминает спортсмен. Но его успешно развивающуюся бизнес-машину притормозили. Для того, чтобы вот сейчас открыть какое-то новое дело, мы столкнемся с такими препятствиями. Сергей Мавроди после многолетних скандалов стал философом. Он любит повторять, что презирает деньги. Могу сказать, на жизнь хватает, и слава богу. Мне абсолютно не интересуют деньги. Это ощущение богатого человека. На вопрос, где он сейчас живёт, отвечает, мягко говоря, уклончиво. Никакая это не тайна. Живой анальфик Сантаурик. Мавроди жалуется, что у него в текущих планах апокалипсис. Хотя это не помешало ему заявить о создании политической партии МММ на Украине. Он даже планирует баллотироваться в Верховную Раду. В записной книжке Кирсана Илюмжинова половина списка «Форбс». Бизнесмен утверждает, что почти с каждым открывал какой-то бизнес, раскручивал, а потом уходил. Этих всех денег же не заберёшь с собой. Я понял, с самого раннего детства, о чём учил Будда. Он говорил, в жизни нельзя ни к чему привыкать. Даже к физическому своему телу. Рано или поздно ты уйдёшь из этого тела и перейдёшь в другое. Первый советский миллионер утверждает, что среди его находок есть даже лекарства от рака. У нас лечат СПИД, у нас есть технологии, лечащие без инсулина диабет. И человек это тоже делает 8 лет. И я у него спросил, какова эффективность, процент эффективности. Он говорит, 100%. Так в чём же секрет успеха первых советских миллионеров? Как им удалось удержаться на плаву столько лет? И более того, сохранить и приумножить капитал? Артём Тарасов объясняет это так. Главное – уметь просчитывать всё на несколько шагов вперёд. Вовремя ставить точку. И хотя бы иногда не только брать, но и отдавать. Не так давно первый советский миллионер Артём Тарасов снова удивил всех. Он сообщил, что у него есть советские облигации на 205 миллиардов долларов. Бизнесмен купил их, когда в 1991-м бежал в Лондон. Только так он смог обналичить свои несметные капиталы. Теперь Тарасов готов потратить все 205 миллиардов на российскую науку. Но просит поддержки правительства. Сможет ли миллионер пустить в ход советские облигации? Думаю, узнаем очень скоро.